Назначенное на сегодня заключительное заседание Мосгорсуда по делу бывших руководителей столичного управления Миномущества не состоялось. Сегодня утром один из фигурантов громкого процесса, Владимир Полютов, застрелился в собственной квартире. Мужчина покончил с собой после того, как присяжные заседатели признали его и начальницу Татьяну Найденову виновными в превышении должностных полномочий. По тому чувству, которое естественно есть у меня, которое было у него, что это не суд, а судилище. С самого начала. Скандальное уголовное дело Татьяны Найденовой и Владимира Полютова началось еще в 2009. Аудиторы счетной палаты при проведении проверки выяснили, что в 2004 году Найденова и Полютов приватизировали имущественный комплекс предприятия «Станкоимпорта», незаконно включив в него ценные бумаги почти двух десятков зарубежных компаний, созданных за счет государственных средств. Оценив при этом вложение в установленный капитал иностранных юридических лиц гораздо ниже рыночной стоимости. По подсчетам следователей, ущерб, причиненный государству, составил более 2,5 миллиардов рублей. Накануне коллегия присяжных признала обоих фигурантов дело виновными. На сегодня было запланировано лишь оглашение приговора. Подсудимым грозило до 10 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова